Сегодня будет видео про душицу. Это уникальный секрет старобрядцев, это можно сказать трава долголетия, трава продляющая жизнь и трава от сотни болезней. И как я обошел эту траву до сих пор, но теперь этот пробел восполняю. Итак, вначале про траву душицу, а потом уже про масло орегано. Душица это род растений, который относится к семейству яснотковые. Одна из самых популярных разновидностей данного семейства это душица обыкновенная, более известная как специя орегано. Это одно и то же. Кстати, душица родственница чабреца, но об этом кому будет интересно в конце видео. Вообще в природе душица любит холмы и песчаные почвы, но прекрасно растет и на плодородной почве. Душица это русское название, от самой сути, то есть от духа, от запаха прекрасного. Но а орегано с латинского переводится дословно украшение гор. На Руси душицу еще называли ладанкой, так как носили на груди в ладаницах. И в церквях применяли жгли, когда не было ладана. Более того, обрабатывали и церкви, и дома, иные помещения, и хранилища, подвалы, так как эта трава уникальный антисептик. Ей окуривали помещение во время эпидемии на Руси. За границей в Южной Европе она используется в основном как специя, а у нас в стране как лекарство испокон веку. Применяют ее и как чай, и для запаха на ночь кладут у кровати. У нее большая целебная сила и не одна, и вот чтобы не кричали младенцы, хорошо спали, высыпались, раньше эту траву клали, около кровати, либо вшивали в подушки. Да, она действительно успокаивает нервную систему и помогает от бессонницы. Эта трава также применялась всегда и от моли, и от других вредных насекомых в амбарах, а от золотухи для чистоты кожи тем более, а также для активного роста волос. И при проблемах с жирной кожей и тела, и головы. Более того, пасечники ей натирали ульи для дезинфекции. А теперь, пожалуй, самое важное. В 2014 году ученая Воробьева защитила кандидатскую диссертацию на тему биологии активных эфирных масел. И она доказала, что в малых дозах ежедневный прием орегано продляет срок жизни всех млекопитающих до 30-50%. И действительно, далее я расскажу о уникальных свойствах, а в конце о эфирных маслах, и вы многое поймете, в том числе почему. А кратко, потому что душица сдерживает рост патогенной микрофлоры, которая убивает нас каждый день. Ну а микродозы можно и нужно использовать в питье, в те же чаи, например, в Иван чай добавлять немного. Кстати, душица предотвращает негативные изменения в головном мозге, то есть предотвращает болезни Альцгеймера, Паркинсона и тому подобное. Ну а при маточных кровотечениях снимает обильные кровотечения и боли при менструациях и проблемах женских. Но об этом чуть далее подробнее. Душица также прекрасное желчегонное средство и применяется при любых легочных проблемах. Да, и помните, не делайте ошибок, никогда не кипятите травы. Крутым кипятком не заваривайте никакие травы. Это огромная ошибка, потому что часть лечебных свойств теряется при этом. Высокая термообработка разрушает даже стойкие многие соединения, поэтому надо всегда делать так. Вот если вы читаете какой-то рецепт, и там говорится залить кипятком, держать столько-то, либо кипятить, делайте так. Заливайте в термос данную траву, либо сбор. Температура и воды 80 градусов не выше, но экспозицию, то есть выдержку держите в два раза дольше. И тогда все важные питательные и лечебные вещества в воду перейдут, но практически никакие из них не разрушатся. В отличие от заливания кипятком крутым. Это очень важный совет, как я полагаю. А вы как думаете, напишите под этим видео. Кстати, под этим видео будет очень важная ссылка на изучение рецептов, многих рецептов при тех или иных болезнях, как применять душицу. Под этим видео ссылочку дам. А говоря о эфирных маслах, капли эфирного масла очень хорошо добавлять в ингаляторы и распылители, в увлажнители, чтобы в доме был этот прекрасный запах, а это хорошая ароматерапия, плюс дезинфекция пространства от вирусов и других инфекций. Ну а ингаляция применяется при любых проблемах с бронхолегочными любыми заболеваниями. Сейчас я хочу вам чуть подробнее рассказать про влияние на половые функции и процессы травы душицы. Да, скажите, напишите вернее под этим видео, как вам это видео уже нравится? Ну, можете поблагодарить меня и поставить, как говорится, пальчик вверх под этим видео и подписаться на канал, кто это еще не сделал. А ссылку на плейлист по всем моим лекциям о лекарственных растениях я дам вам под этим видео. Так и будет написано. Плейлист, в скобках все видео, фролова о лекарственных растениях и ссылка. Также я рекомендую вам переслать ссылку на это мое видео своим знакомым для их же пользы. Ну и для помощи мне в продвижении данного ролика. Итак, важная информация сначала для женщин, потом для мужчин. И для детей. Действительно, душица обыкновенная, это женский доктор, без преувеличения. Это растение используется в терапии гинекологических проблем и нарушений гормонального фона женщин. Душица положительно влияет на самочувствие в период менструации, помогает нормализовать гормональный фон и сделать цикл регулярным. Трава эта используется и в комплексных сборах, которые будут даны, как я же говорил, по ссылке под этим видео. И очень хорошо такие сборы и траву душицу отдельно применять при планировании беременности, чтобы повысить фертильность. Даже так. Душица не только способствует нормальному гормональному фону. Она также эффективно защищает женские репродуктивные органы от опухоли и доброкачественных, и злокачественных. Эту траву применяют как профилактическое лечебное средство при эрозии, воспалении яичников, и при кистах, и при полипах. Обязательно надо использовать настой душицы в составе комплексной терапии. Речь идет про фито- и фунготерапию. Фитотерапия – лечение травами, это сборы. А фунготерапия – это наука, которая изучает лечебные свойства высших базидеальных грибов. То есть, речь идет о грибных препаратах. Кстати, под этим видео я вам оставлю ссылку и на мой плейлист о лечебных грибных препаратах. Обязательно эти ценнейшие видео мои посмотрите. Но единственный период в жизни женщины, когда не стоит использовать душицу для приема внутрь – это беременность и это ограничение. Ну а при грудном вскармливании, напротив, с глубокой древности кормящие матери на Руси использовали душицу как средство, нормализующее выработку молока и предотвращающее застойные явления и оберегающие женщин от мастопатии. Более того, это прекрасное средство помогало быстрому восстановлению после родов. Именно потому многие женщины на Руси рожали по 15-20 детей и жили долгую жизнь до глубокой старости, были здоровыми людьми. Более того, при грудном вскармливании душица поддерживает женское здоровье, помогает справляться с усталостью, увеличивает, как я уже говорил, молоко, снимает раздражительность и нормализует сон, что очень важно. Ну а для мужчин, послушайте эту очень важную информацию, душица не рекомендуется слишком часто к использованию. Потому что она содержит в своем составе растительные гормоны, которые имеют идентичную формулу и строение с эстрогеном, то есть с женским гормоном. Но проблем нет в малых дозах, как раз она очень полезна и важна. И вот с какими проблемами, главными мужскими, эта трава борется? Первое, уритрит. Второе, простатит. И третье, что важно для очень многих людей, это инфекции мочи половой всей системы. Эта трава устраняет патогенную бактериальную инфекцию, микрофлору, и в целом благотворно влияет на мочевыделительную систему. Но курс лечения не должен превышать 7-8 дней к ряду. Потому что эта трава способна влиять на функционирование репродуктивной системы и может изменять гормональный фон. Слишком длительная передозировка, длительный прием и злоупотребление этим растениям может привести к половой дисфункции мужчин. И слишком частое и применение в больших количествах может стать причиной ранней импотенции у мужчин и даже спровоцировать бесплодие. Но это подчеркиваю, в больших количествах. В малых очень важно и полезно каждому. Про количество мы позже поговорим. Для детей в раннем возрасте официальная медицина не рекомендует использовать душицу, а вот с трех лет можно даже по официальным медицинским показаниям. И действительно, детям это растение может принести огромную пользу. Во-первых, душица стимулирует нервную систему, помогает контролировать уровень стресса, делает детей более стрессоустойчивыми, а также способствует быстрому расслаблению и улучшает память, что очень важно. Кроме того, душица может использоваться в педиатрии для лечения вот этих заболеваний. А теперь про сбор, хранение и рецепты. Итак, сбор. Самый правильный сбор это в начале июля. Надо собирать утром, но не по росе. А чтобы высушить, можно подвешивать пучки не очень большого размера, пучки соцветия вместе со стеблями, связанными джутовыми веревочками, ну либо аналогами, на чердаках или в сушильнях специальных, или на печах, ну или в дегидраторах по-современному. Можно, конечно, разложить и на сетках, в сушильнях, ну в общем как угодно. Главное сушить при температурах не выше 45 градусов, высушивать до ломкости стеблей и листьев, хранить в бумажных пакетах или льняных, или хлопчат в бумажных мешочках. Заваривать стоит без стебля, то есть соцветия с листьями. Для этого их с этих, как говорится, веников легко одним движением руки снять. Но отвердые стебли можно, конечно, и выкинуть, а можно поместить в хранилище против насекомых, скажем, в хранилищах зерна, или запаривать для приема ванн, а это очень полезно для кожи. Хранится трава год, потом идут большие потери свойств. Из-за наличия большого количества эфира, в первую очередь. Теперь рецепты. Сейчас я вам дам при кашле. Остальные смотрите по ссылке под видео. Что ж, справиться и с кашлем, в том числе и тяжелым, можно с помощью душицы. Но не стоит использовать эту траву при острой пневмонии. Итак, три рецепта при кашле. Запарить в термосе одну столовую ложку измельченной травы соцветиями душицы, на пол-литра горячей воды 80 градусов, выдержать 3-4 часа и пить по 100 мл каждые 3-4 часа. Второй рецепт. При сухом кашле лучше использовать некрепкий чай с душицы и матемачихи. Травы смешивать в соотношении две части душицы и одну часть матемачихи. Сбор заваривать непосредственно перед применением. Настаивать также в термосе и пить можно с медом. Лучше диким, лечебным медом, особенно медом, который перезимовал в ульях. У нас такой есть. Ссылку в описании я оставлю. Третий рецепт. При продуктивном кашле, который отхаркивается, добавлять в любое массажное масло 5 капель эфирного масла душицы или по-другому орегано, это одно и то же. И растирать грудную клетку. Все настои можно использовать и наружно для компрессов. Важно только помнить о том, что при компрессах и растирании стоит избегать той области тела, кожи, где расположено сердце. Ну и теперь еще кое-какую информацию я вам дам. Применяется душицы и при порезах, при зубной боли. Снимает она и очаги инфекционные, воспалительные. Очень я советую добавлять траву таволгу или лобазник. Кстати, об этой траве видео мое. Посмотрите непременно отдельную ссылку на эту траву, уникальную я дам. Тогда будет целебный чай, который очень эффективен против ангим и любых бронхолегочных проблем. Возможно, я сделаю такой правильный сбор из нескольких трав. Если хотите, напишите под этим видео и поставим его в продажу на наш сайт надгар.ру. Тогда кому это будет проще, сможет приобрести его у нас, а не делать самому. Поэтому периодически заглядывайте на страничку моего сайта надгар.ру. А пока есть очень интересный сбор травяной по огонян, очистительный. Кстати, душицу можно высаживать на участке рассады. Потом она сама будет разрастаться, например, где-нибудь, где альпийские горки. А хотите, дорогие товарищи, чтобы я сделал, снял видео про траву тимьян? И про траву розмарин. Я вот считаю, что стоит. Но, как вы думаете, напишите под этим видео, не поленитесь. А хотите, чтобы я снял видео не просто про траву, а про лечебные сборы разные? Да, хочу акцентировать. Смотрите мои видео не только про лечебные травы, да? Отдельный плейлист я дам по ссылке под видео. Но и про лечебные грибы, их свойства. Тоже ссылочку на этот плейлист дам под этим видео. Пару слов, как обещал, про масло орегано. Вот представьте, из 100 килограмма сырья делается всего 1 литр масла. Оно является уникальным антибиотиком, антисептиком, противовирусным, противобактериальным, противогрибковым средством. Применяется и внутрь и снаружи. Это мощный антиоксидант, который является противоокислительным средством. Кстати, капли масла орегано стоит добавлять в биомоющие средства. Или, например, когда посуду моете, вот горчица с содой туда добавили. Или в мыло. При стирке белья, кстати. Это очень сильное средство против прыщей, против запаха изо рта, можно полоскать рот, добавив на стакан воды буквально 1-2 капли. Лечит масло орегано и гайморит. И ушные инфекции туда можно закапывать по одной капельке, я имею в виду в уши. Лечит, и это доподлинно известно, по крайней мере вгоняет латентную скрытую форму из активной, даже вирус Эпштейн-Бара. А это онкогенный вирус, имейте в виду. Лечит масло орегано и Сибар, синдром избыточного бактериального роста. И различные патогенные дисбактериозные состояния. При этом родных бактерий кишечных симбиотических не убивает, представьте. В составе комплексной терапии, например, внутрь, применяется при заболевании дыхательных путей. Чуть подробнее об этом я решил рассказать. Ну вот в качестве, например, отхаркивающего средства. При остром и хроническом бронхите, при острых респираторных вирусных инфекциях. А для желудка и кишечника, при секреторной недостаточности желудочно-кишечного тракта, применяется душица. Более того, при атонии кишечника, при энтероколите, и при запорах, и при метеоризме. Естественно, так как подавляет патогенную кишечную микрофлору, конечно. Ну а наружный, как я уже говорил, при пиодермии и атопическом дерматите. Ну и других кожных заболеваниях, это я просто уточню. Общий среднестатистический внутренний прием в виде приготовленного настоя таков 10-15 грамм сухой травы, измельченной соцветиями, на 200 миллилитров воды. И по одной четверти до одной половины стакана применяется 2-3 раза в день за 15-25 минут до еды. Ну а если применяются какие-то другие препараты, лекарственные, грибные, лечебные препараты, то можно за 40-50 минут до еды, либо после еды, через час. Ванны и примочки применяются до 2-3 раз в день в зависимости от показаний. Курс лечения 1-2 недели. Совсем коротко, чем отличается чабрец от душицы. У чабреца и душицы, кстати, есть общие характеристики. Оба эти рода принадлежат к одному семейству яснотковые. Кроме этого, чабрец также имеет внешнее сходство с душицей, из-за чего его иногда путают. Но это два совершенно разных растения. Чабрец очень низкорослое растение, душица обычно крупнее и выше. Также у душицы более крупные соцветия и листья, чем у чабреца. Отличается и химический состав этих растений, хотя у них при этом похожие лечебные свойства. Но у душицы уникальные свойства продления жизни. И, наконец, душица полезна и для волос, для их активного роста и красоты. То есть, чтобы укрепить волосы, структуру, нужно улучшать кровообращение подкожное, за счет чего волосяные луковицы получают усиленное питание. Для этого есть известные рецепты, которые можно применять в домашних условиях. А попросту втирать концентрат, то есть можно делать в 3-5 раз концентрацию выше, чем для приема внутрь, и после мытья головы втирать в кожу головы и потом высушивая, как говорится, не смывая, применять примерно так. Но помните, душица может вызывать аллергию. Это как бы противопоказание или индивидуальная непереносимость. Поэтому следует протестировать средства перед применением, с малых доз начиная. Но эфирное масло нельзя использовать в неразбавленном виде внутрь. И даже наружу оно может просто раздражать кожу. И даже иногда у людей с чувствительной кожей оставлять ожоги из-за высокой концентрации активных веществ. Поэтому для таких людей можно просто разбавлять в каком-то масле. Например, в кокосовом масле. Скажем, на 1 треть чайной ложечки 2-3 капли эфирного масла. Ну а теперь досмотрите еще 2 минуты, особенно те люди, кто у нас еще ничего на нашем сайте nadgard.ru не покупал. И те люди, кто смотрит это мое видео, находясь и проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики, ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухоли. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания.